Всем доброго времени суток. Любите индию? А трэшовые инди? Сегодня мы вернемся к временам, когда термина инди даже еще и не было. В середине 2000-х. Хотя надо скорее вернуться еще больше назад. Японцы из компании D3 Publishing придумали так называемую Simple серию. Сначала они выпускали их на первый PlayStation, и это были очень бюджетные игры по соответствующей цене, что отображалось в цифре после названия Simple. По сути, издатель давал эту небольшую площадку для очень мелких контор, желающих выпустить свой трэшовенький проект. Изначально это по большей части были всякие маджонги, шоги, бильярды, солитеры, починки, пинболы и прочее. Но со временем некоторые относительно средние студии заинтересовались подобной идеей и делали небольшие и простецкие игрушки под данным лейблом. Вскоре эта штука разрослась настолько, что на каждой тогдашней консоли был целый ряд игр с маркировкой Simple. Некоторые даже умудрялись доезжать до запада. Наиболее известными представителями подобной братьи стали серия Air Defense Force и наш сегодняшний объект рассмотра – Оно Чанбара. Обе эти серии уже давно вышли за рамки бюджетных трэшачков, но началось все именно отсюда. Оно Чанбара – это серия слэшеров, которые, как вы, возможно, уже заметили, вы управляете грудастой девкой в бикини и ковбойской шляпе и рубите катаной зомби в капусту. Сделала ее компания Тамсофт, которая отметилась сериями Тошинден и Сенран Кагура. Первую игру они выпустили в 2004 году. Название серии состоит из двух слов – Оне Чан, старшая сестра, и Чанбара, бои на мечах. Собственно, в игре вы этим и занимаетесь. Махаете мечом, а ваша героиня ищет свою младшую сестру. По сюжету Ая и Саки принадлежат к древнему клану, кровь которых может пробуждать древних злых духов. Или четверть того. Саки якобы убила их отца и скрылась, и теперь, играя Аей, вы должны найти Саки и покарать ее. Играя в сюжетном и геймплейном плане – абсолютный трэш. Ну, в хорошем смысле. Полуголая девка с катаной рубит зомбаков в поисках сестры-школьницы. Как это вообще можно воспринимать серьезно? И мне кажется, именно на это и был прицел. Обычно это называют настолько плохо, что даже хорошо. Но, к сожалению, это не так уж и хорошо в данном случае. Сам сюжет представлен в виде очень медленных кусков текста, которые ничего по сути-то и не рассказывают. А геймплей… Ну… В нем есть зачатки интересного, скажем так. И так, как вы поняли, это слэшер. У вас есть кнопка прыжка, причем есть даже двойной прыжок, кнопка удара мечом и пинка. Есть кнопка фиксации камеры на определенной цели. Если ее зажать и нажать прыжок в сторону, то можно сделать уворот. Пинок – это такая универсальная, отбрасывающая врагов атака. Урона не наносит, зато может толпу расбросать. Мечом можно сделать обычную камбу из нескольких ударов. Но также есть и дополнительные удары с направлениями, вроде «в стороны» удар дает круговую атаку. Еще в игре есть очень непонятные комбо-удары. Но они работают через пень-колоду. Почему, я объясню чуть позже, когда дойдем до второй игры. Одна из ключевых особенностей игры – это ваш меч. По мере того, как вы наносите им удары, на нем будет скапливаться кровь ваших врагов. Чем больше крови, тем медленнее и слабее атаки. И больший шанс того, что меч просто застрянет во враге. Для решения этой проблемы есть кнопка стряхивания меча. Довольно интересная механика, заставляющая периодически отступать и думать об окружении. Ибо анимация взмаха оставляет вас открытым. А зомби в этот момент, естественно, стоять на месте не будут. Помимо этого, кровью также покрывается и ваша подопечная. И рано или поздно этот триггернет режим Берсерка. В этом режиме вы в разы быстрее и мощнее. Но здоровье постепенно тает. Чтобы избавиться от этого, можно найти на уровне очищающую статую или использовать специальный предмет. Предметов есть пять видов, и их можно таскать с собой. Они позволяют снимать Берсерк, дают бафы на силу и скорость, лечат или просто включают временную неуязвимость. Проблема в том, что их дают немного. Да и даже если бы давали много, таскать их можно ограниченное количество. Как видите, боевка сама по себе хоть и простенькая, но не лишена изюминки. Однако бои тут не все. Не стоит забывать и про уровни. А их всего-то шесть штук. И чтобы это компенсировать, разрабы пошли на очень спорное решение. Во-первых, уровни представляют из себя лабиринты с поиском ключей и дверей. Как бы у вас, конечно, есть карта вон в углу, но она далеко не самая лучшая. Вторая проблема это то, что многие локации зачастую просто повторяются. Например, второй и третий уровень будут проходить буквально в одной и той же больнице. Третья проблема это враги, которых можно убить только в состоянии Берсерка, что очень дико бесит. Вас зачастую забрасывают на арену, из которой не выпустят, пока не убьете всех врагов. И если там есть враги, требующие Берсерка, бой затянется надолго, если вы его переживете вообще. Игре очень не хватает отдельного предмета для включения этого самого режима, ибо единственный способ это долбить врагов и накапливать кровь. Но из этого вытекает еще одна проблема. Берсерк ведь отнимает здоровье. А если нет хилок? А если нет предметов, снимающих Берсерк? А откуда вы знаете, что даже если вы его снимете, то в следующей комнате не будет врагов, требующих Берсерк? Это все по сути заставляет рисковать и бегать чисто с этим самым Берсерком до последнего. Хотя если лечилок в достатке, то с Берсерком и парочкой бафов можно пронестись по всем уровням буквально за полчаса. Даже боссы дохнуть будут с парой тычек. И тут выглядывает самая главная проблема. В игре есть прокачка. И она чрезвычайно медленная. Причем без нее вы даже игру пройти на норме не сможете. Даже базовые враги будут требовать просто запредельного количества урона. Честное слово, ты что у японцев за придурь такая пихать тут чертову прокачку куда не просят? И ведь сложность именно в ней. Разница в уровнях сложности исключительно в толщине мобов и боссов. Тактика ни черта не меняется. А после прохождения откроется сама Асаки, которая тут финальный босс. Помимо обычного режима также есть и режим выживания, и внезапно ачивки. За их выполнение будут открывать дополнительные костюмы для героинь. Вот собственно и все. На удивление игра вышла таки в Европе под названием Зомби Зоун. А годом спустя в Японии выходит дополненная версия Оне Чанпуру, которая вышла в Европе под названием Зомби Хантерс. Тут добавили еще парочку костюмчиков, куда же без них, и двух персонажей, сестер Риха и Макота. Риха этакий маскот серии Симпл, и она появляется во многих играх серии. В остальном это та же самая игра. То есть можно Зомби Зоун скипнуть и сразу играть в Зомби Хантерс. Однако в том же году выходит и сиквел Оне Чанбара 2, а уже в 2006 году апдейт Оне Чанпун, который издали в Европе как Зомби Хантерс 2. Первое, что стоит отметить, здесь добавили режим тренировки. Зачем? А помните, я упомянул специфичные комбы, которые я не понял, как выполнять? А теперь просто посмотрите, какой дичайший тайминг нужен для этого. Попадете в тайминг, будет другой, более сильный прием. Нет, будет стандартная комба. И вот какой узколобый мудаев додумался до такой фичи, я не знаю. Ладно, закроем на это глаза и продолжим. По сути, геймплей на игра не слишком сильно поменялась. Добавилась лишь одна новая фишка. Вы выбираете двух персонажей на миссию и вольные менять их прямо на ходу. В чем прикол? Ну, та девчушка, что отдыхает, может восстановить немного здоровья. А еще это можно использовать стратегически. Например, ввести одну в состояние берсерка, убить нужных врагов и убрать на скамейку запасных до нужного момента. Ибо пока она не на экране, берсерк на нее действует. В остальном, та же игра, только больше. Появилось много новых врагов, в каком, например, зомби-медведь. Какой-то гений еще решил зомби-птиц ставить. Локации сменились, и они стали гораздо больше и запутаннее. Последнее далеко не плюс, и П-карта по-прежнему больше путает, нежели помогает. Однако, есть и еще один суровый минус. Прокачка. Она на этот раз еще медленнее. Ну и чтобы вас совсем уж прям добить, каждый персонаж прокачивается отдельно, тогда как в оригинале прокачка была общей. Теперь прибавьте к этому длину уровней и толщину вражеских морд, и вы получаете очень нудную и быстро надоедающую игру. Если первую часть, уже зная где, что и как делать, можно пробежать буквально за полчаса, она по крайней мере не успеет надоесть, а здесь это просто ну вообще нет слов. И ведь это несмотря на то, что игра заметно похорошела визуально, и музыка теперь не представляет из себя один трек на всю игру, как это было в первой части. В общем, несмотря на явные признаки хороших идей, я не советую обе эти игры. Однако, серия продолжила жить. В 2006 году также вышла и третья полноценная игра с подзаголовком Вортекс. Причем не где-нибудь, а на Xbox 360. Вот так вот резко и из грязи в князи, грубо говоря. В 2008 году на Wii вышла четвертая игра с подзаголовком Revolution, а в 2009 году обе игры одновременно в один день вышли на западе. Блестящая идея. Первую назвали Bikini Samurai Squad, а вторую Bikini Zombie Slayers. И я ничего не могу о них сказать. Эмуль Xenia, который эмулирует Xbox 360, третью игру запускает нормально, у меня она даже не тормозит и играется отлично, но работает крайне нестабильно и фризит постоянно. Может поработать пять минут, а может и полчасика, так что отпадает. Четвертая же часть использует чисто моушен управления. То есть вы типа махаете нунчаками и в игре махаете мечом. Настроить до конца наклаву мышь это не получится, так что тоже отпадает. Пятая игра Special вышла только в Японии в 2011 году на PSP. В нее я немножечко поиграл. По сути, тут ничего особо нового, разве что у персонажей теперь по несколько вариантов оружия и разных стилей боя. Что, безусловно, в плюс. А некоторые миссии теперь проходят с союзником под управлением компа. К сожалению, далеко я не продвинулся, ибо игра на японском. А значит, понять, что от меня хотят в конкретных миссиях практически невозможно. Да и использование предметов, а также экипировки, которые здесь тоже есть, будет вслепую, так что тоже мимо. Шестая игра Onichanbara Zikagura тоже вышла только в Японии в 2012 году на Xbox 360, а в 2013 на PlayStation 3. Оба эмулятора игру на данный момент не тянут. Остается седьмая игра Z2 Chaos, которая у меня есть в стиме, и Onichanbara Origins, которая вышла на PlayStation 4 в Японии в прошлом декабре. Про хаос я, пожалуй, отдельный ролик сделаю, я пока в нее не играл. Ну а Origins, само собой, тоже пока вне доступа. Ну и напоследок остается только полнометражный фильм. Да, есть и такое. И если честно, он скучный. Я ожидал более безбашенного трешака, тем более от японцев. Хотя идиотизм там все-таки присутствует. Например, зомби-школьница-кунг-фуистка или обрез с бесконечными патронами. Как по мне, они еще переборщились со стилизацией. Все эти вспышки, визуальное отображение взмахов. Но делали бы уж натуральное аниме, раз вам так приспичило. Что-то мелочится-то. В общем, даже для треша это как-то плохо. Ну и вот как-то вот так не задалось знакомство с серией. Первые две игры поиграл, но они невероятно скучные и очень быстро надоедают. Посмотрим, что хаос сможет показать. А судя по скринам и трейлерам, показать они могут многое. Что же касается остальной серии, ну, я могу советовать одну половину пропустить, а другую половину мне и сказать это особо нечего, ибо знакомство как-то не задалось. Ну а на сегодня у меня все. Пишите комментарии об этих играх, если вы в них играли, мне интересно узнать, что они себя представляют. Рассказывайте о канале друзьям. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!